Эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии Айсена Николаева. Узнаем о эпидемиологической ситуации в регионе на 11 часов 28 апреля. Айсен Сергеевич, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Эпид-ситуация у нас остается стабильно напряженной. За сутки у нас 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 – это город Якутск и один случай в Хангаласском Улусе. В Хангаласском Улусе коронавирусная инфекция сегодня подтверждается, к сожалению, у одного медработика Хангаласской районной больницы. В рамках тех анализов, которые были проведены в эти выходные. По городу Якутску все 6 новых случаев – это ранее выявленные контакты ранее заболевших. Мы, видя ситуацию по городу Якутску в первую очередь, по дальнейшему распространению болезни, по ее опасности именно выхода на еще более высокие уровни, все-таки приняли решение по представлению главного врача, санитарного врача республики, о введении масочного режима для города Якутска и для тех наших муниципальных образований, в которых режим полной изоляции сегодня действует. Это вот и Мирный, и Нерингре, и Ленск, Алдан, Нижний Бестях, Тикси, для нахождения в общественном транспорте, в общественных местах, в тех же магазинах и так далее. Сейчас обязательные требования масочный режим. Ну и, конечно, со стороны работников тех же магазинов торговли, в обязательном порядке требуется тоже соблюдение масочного режима. К сожалению, много поступает жалоб со стороны и жителей, и контролирующие органы постоянно это видят, что масочный режим именно в торговле, к сожалению, не всегда выдерживается со стороны непосредственно самих предпринимателей. Я считаю, что вот это надо приводить в порядок. Масочный режим – это обязательное сегодня условие. Хочу также сказать, что по Чаиндинскому месторождению, где по нашему требованию было сделано тотальное тестирование всех 10,5 тысяч работников, к сожалению, мы пока еще результатов не получили. Вот вместе с тем, те отрывочные данные, которые у нас поступают из структур «Газпрома», они говорят о том, что количество больных там очень значительное. И сегодня, опять же, по нашему уже требованию, «Газпром» должен принимать новые решения в части разворачивания лечебных сил именно на самом Чаиндинском месторождении, на вывозе оттуда людей, потому что ряд подрядных организаций сегодня, которые закончили работу, не могут выехать, потому что как раз это разделение на больных, не больных, не завершено, не завершена подготовка обсерваторов на местах выезда этих людей, в том числе, как и не определены еще лечебные учреждения за пределами республики, где больные будут проходить лечение. Вместе с тем, вот тяжелые больные с Чаиндинском месторождении, они сегодня проходят лечение не только в Ямало-Нинском округе, но и в республике Саха-Якутия. У нас порядка 50 с лишним людей уже на сегодняшний день с Чаиндинское месторождение проходит лечение в больницах Ленска и города Якутска. Состояние их, ну, у некоторых оценивается достаточно тяжелым. В целом, по республике у нас сегодня три крайне тяжелых больных, за жизнь которых наши больные, наши больницы, наши медики ведут ежеминутную борьбу. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 11 часов 28 апреля. Спасибо.